Такая масштабная международная конференция в Сарапольском политехническом институте, являющемся филиалом из ГТУ, проводится впервые. В списке участников представители не только российского научного сообщества. Говоря про сегодняшнюю конференцию, нужно отметить, что география ее достаточно обширна. Представлено 170 докладов. Это ученые из различных регионов нашей планеты. Доклады представили представители Индии, Армении, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Туркменистана, Донецкой Народной Республики. Представлены также работы и научные разработки многих ученых крупных городов, наших мегаполисов. Это представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Нижнего Новгорода, Краснодара и, конечно, столицы нашего региона, Удмуртской Республики. То есть представили работы наши ученые из головного вуза, из ГТУ, из Удмуртского государственного университета и Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Эта конференция – инструмент для популяризации новейших достижений в разных областях науки, техники, экономики и гуманитарных дисциплин. А также эта встреча – отличная возможность для представителей научного педагогического сообщества, студентов и предприятий города, которые здесь присутствуют, обменяться опытом и новейшими достижениями. Ученые вначале выдвигают идею, проверяют ее экспериментальным путем, ну, если мы касаемся технических наук, это в лабораторных условиях. Если проект находит поддержку, в этом случае уже проявляют заинтересованность предприятия, достаточно солидные, успешные, востребованные предприятия, которые, прежде всего, выполняют заказы в рамках ОПК. ОПК – это Сарапульский электрогенераторный завод, завод «Эликонт» и Сарапульский радиозавод. 60% экономики города – это ОПК, и технические кадры – это такой ключевой интерес наших работодателей. Статус территории, я переживаю, социально-экономическое развитие тоже накладывает свои встречатки. Приходят резиденты и запросы к компетенциям выпускников учебных заведений, в частности, СКИ, тоже соответствующие. Программа конференции обширна. Работы участников, представленные здесь, охватывают наиболее актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований по 12 направлениям. Это и машиностроение, металлообработка, приборостроение, естественная наука, а также электроника, химия, экономика, гуманитарная наука и нефтегазовое дело. Развивать тесное сотрудничество между крупными предприятиями города, представителями ведущих учебных заведений страны и зарубежных коллег на это сегодня нацелен Сарапульский политехнический институт. А это, естественно, лучшим образом влияет на качество подготовки специалистов в стенах учебного заведения.